В 2021 году началась реализация по нацпроекту «Чистая вода» проекта по обеспечению питьевым водоснабжением села Подсосинки и села Наталина. Проект двухгодичный, стоимость проекта предварительная была более 200 миллионов рублей. Было выделено 195 миллионов, проводились конкурсные процедуры, была определена подрядная организация при падении до 134 миллионов рублей. Организация «Саратовская», исходя из той работы, которую они на сегодняшний момент провели, мы считаем, что организация достойная. То есть никаких отклонений от графика в принципе нет. Проект двухгодичный, цена в этом году финансирования 66 миллионов и следующий год тоже где-то примерно 65 миллионов. На сегодняшний момент все, что должны были выполнить, в этом году выполнены. Начинаем мы от насосной станции Балаково-Водоканал, где будет точка подключения. Значит, идем по набережной до поворота на седьмой микрорайон и дальше уходим мимо 11 микрорайона до железнодорожного полотна. Там идет разделение на Подсосинки и поворачиваем на Наталина. Значит, проектором предусмотрена прокладка трубы 1,7 километра 630. Вот сейчас монтируют как раз данную трубу. И дальше, ну, в соответствии с проектом, переходит на 315, 280, 200, ну, это уже по гидравлике. Что было выполнено вот в рамках контракта? Значит, уложена практически полностью 315 труба. Значит, осталось где-то порядка 150 метров, это в районе села Подсосинка, 200 положить. Ну, и часть трубы 280, это уже на Наталина. Там на подходе к Наталину тоже, наверное, были, это в районе Наталина 2, так называемого, там уже положено. Значит, есть небольшой, был небольшой разрыв у нас на полях Азимута, потому что там сельхозпродукция была. Сейчас они ее убрали, поэтому планируют они вот там этот участок доложить. То есть, в целом проложено, так скажем, даже с некоторым опережением порядка 10 километров. Всего проект 14,5 километра. То есть, более 60% как бы работы выполнены. Ну, а вот сегодня мы здесь вот с вами находимся. Сейчас идет укладка 630 трубы. Это связано с тем, что, значит, данная программа реализуется в Саратовской области не только у нас, а еще и в ряде других муниципальных образований. И вот сложившаяся экономия, которая, так скажем, по другим объектам произошла, вот предложили нам, и мы с подрядчиком обсудили этот вопрос, чтобы мы дополнительно эти средства, которые остались от других объектов, реализовали в этом году. Поэтому вот они мобилизовались, ну и практически вот, грубо говоря, в понедельник уже, может быть, видели, начала заходить техника, вот поступает труба, значит, и здесь планируется, значит, сделать прокол. Ну, то есть будет не открытым способом делать, потому что здесь коммуникации разные там, но и достаточно сложные, набережные там и так далее. Поэтому будет делаться прокол вот этой 630 трубы. Ну, те средства, которые вот остались и которые нам предложили использовать, это порядка, ну, на сегодняшний момент озвучено около, так скажем, 9-10 миллионов. Возможно, что сейчас они подводят итоги, может быть, чуть-чуть побольше. Поэтому вот на эту сумму подрядчик это дело сделает. А все, что останется, то есть небольшая часть, это вот до 7-го, там уже тоже 630-ю мы частично укладывали в полях, так скажем, открытым способом. В общем-то, это будет сделано уже в 22-м году. В целом, по проекту у нас завершение работы, так скажем, по графику сентября 22-го года. Ну, я думаю, если никаких изменений не будет, то возможно, что подрядчик при открытии финансирования 22-го года приступит к работе и выполнит это, я надеюсь, гораздо раньше. На сегодняшний момент один из вариантов, который вот сейчас пока просматривается, это обслуживание пока Натальинской коммунальной службы. А какой тариф будет, ну, я думаю, что не выше того, который был утвержден для Натальинской коммунальной службы. Потому что километраж, конечно, увеличится примерно на 15, но увеличения тариф, я думаю, что не будет. Продолжение следует...